Хм, по-моему, по-моему, это значит, вход воспрещен. А? А, не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей, это как-то не камильфон. Ты что? Ну, это по-францу. Ну да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас своё лицо. Хо-хо, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Всем привет, друзья. Продолжаем проходить Days Gone. Жизнь после. И мы с нашей, по всей видимости, ещё не женой. Одной из воспоминаний. Прошлое. Куда мы идём? Куда-то идём. Это недалеко, правда. В прошлой части мы очень неплохо продвинулись по сюжетной линии. Мы набрались до новой локации. Неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала. Не знаю, может, там холодно надень свитер. Хе-хе, остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Хе-хе, да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже. Так, ну что, куда же они всё-таки так идут? Что за место он хочет показать ей? Сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла, а не с тёлкой из того стрип-клуба, в котором вы живёте? Так-так, секундочку. Во-первых, мы не живём в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живём. А во-вторых, я сказал им да, представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя учёная степень всех очень заводит. Хе-хе, о да, верю. Немножко занудновато какое-то начало серии, друзья. Просто спокойно идём. Я в курсе. Всё, серьёзно. Пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь? Да просто этот проект... К нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А ещё у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, а я-то думал, ты не хочешь об этом говорить? Извини, я просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем. Стоп-стоп, это та самая конопляная ферма? Её ты хотел мне показать? Чего? Ну, вот это кусты конопли, а это оросительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. Ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... А, я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Офигеть, друзья. Вот такие вот интересные места были раньше в игре здесь. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Анопляная ферма. Да. Можно нихреново присядь за такую штуку. Как красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть. В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы, про светочков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь серьезно. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, не правда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая? Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну, а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить, и мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду, я хочу тебе кое-что показать. Ладно. Ну, наконец-то мы дошли. Фу, как это все-таки нудно было. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Дикон. Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну, хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубной перстень на палец надел? Ну, а что? Вот взял и надел. Какой милый. Клыкастенький такой. Крызет свою цепочечку. Символ истинной любви это... Собачий череп. Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну, что? Ну, это... Мориур инвиктус. Смерть прежде поражения. О, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь. То есть это, конечно, красивое, но просто... Да, конечно, это ведь все-таки мой перстень. Ну да, он твой. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ладно. Хорошо. Черт, извини. Да ладно, ничего. Работа, надо ответить. Давай. Алло. Да. Нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю. Просит приехать. Что, сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи... Очень надо. С меня причитается. Ладно. Идем. Иду. Так, ну что, посмотрели карт-сцену, друзья. Пока идет загрузочка, не забываем подписываться на наш канал, прожимаем колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Ну а ссылочка на все группы в описании. Проходим в плейлисты. Вы можете найти там много чего интересного для себя. Ну а мы продолжаем проходить Days Gone. Жизнь после. Воспоминания закончились, и теперь мы возвращаемся в реалии. А в реалии мы попали к новому командиру. И едем с ним знакомиться с полковником. Собственно говоря, вот такой сюжет в данный момент сейчас развивается в игре. Мою жену звали Бет. Их фотки не осталось. Идем. Собрал он к командиру. Непонятно для чего. Ну, возможно, дальше по сюжету станет понятно, почему он не стал признаваться, что у него есть фотка его жены. И зовут ее Сара. Так, что здесь интересное лежит. Стоп. Ох, хорошая вещь, наверное, да? Сколько у нас процентов осталось? 50. Ну вот это самый космос вообще, то есть. Возможно, мы с ним, наверное, лучше останемся пока что по урону. Вообще, просто самая вещь, вот это вот у нас. Типа, комбайн. Не понял, вы о чем? Ну, нет фотографий, ни жены, ни родных. И почему типичный? Раньше все пользовались смартфонами. Там хранились все фотографии. Как телефоны накрылись, и облако накрылось, все снимки пропали. Да, я как-то об этом не задумывался. У моей жены, Кэрри, отец был фотограф. Старые школы, лаборатория, растворы, все дела. Не хотел принимать цифровую эпоху. Если бы не он, и у меня бы снимков не было. Я их терпеть не мог. В смысле, мобильники. Все ходили, уткнувшись в них носом, и ничего не видели перед собой. У меня мобилы не было. Интересно, и как ты обходился? У меня была своя мастерская, а в ней последний стационарный телефон Фервеля, наверное. Как дела, солдат? О, так нихрена сегодня здесь лагерек-то, друзья. Во-первых, ров выкопан. Это неплохая линия защиты. Ну и стены тут метров по 15, наверное, по 10. Зачетно. Сейчас давайте посмотрим, что за лагерь. Во всей видимости, основной штаб. Вы, я смотрю, серьезно подошли к делу. Полковник считает, что мотивация и дисциплина – это ключ к успеху. Давай, ноги переставляй! Быстрее, я просто не могу! Ну, топай! Вот такая мотивация, да? На юге острова трудовой лагерь для тех, кто не годен к службе. Некоторых требуется стимулировать. Ну да. Идем, за мной. Есть. Поднимись вон туда. Удачи, Сэн Джон. Что, и ты попался, а? Неудачно. Здорово! Снова встретились. Сэн Джон, да? Сын проповедника. Тейлор, какой нахрен проповедник? Чего ты заладил? Да шучу я, чувак. Бабу-то нашел? Что? Ну, бабу ту, про которую тогда спрашивал. Нет. Снимаем побрякушки. Часы и все такое. Кладитесь сюда. Ладно, чё, спорить буду. Сейчас, разбежался. Новобранцам вещей не положено. Тем более, их все равно сопрут. Давай, выкладывай. Ага, сопрют, конечно. Нашел лохов. Смирно! Бойцы, вольно. Мы не рады случайным людям. Вы приняты по приглашению, завербованы моими соратниками. Когда будете отвечать, первым делом представьтесь. Начиная с фамилии. Да я тут так затесалась. Имя? Черт. Эткинс. Кристал. Сэр. Сколько человек ты убила? Два или после. Отвечай на вопрос. Пошел ты! Все мы здесь совершали вещи постыдные. Чтобы выжить, уцелеть. Всевышний это понимает. Всевышний прощает. Но у этой женщины на лице лежат печати сатаны. Тюремные татуировки. Свидетельство того, кем ты была и кем осталась. Именно такие, как она, своими подлыми деяниями навлекли на все человечество праведный гнев Господа. В трудовой лагере ее. Что? Пошел ты! Пошли вы все! Убери лапы, баран, ты тупорылый! Отвали! Шевелись! Тебя! Ну, а ты? Отвали! Э, Тейлор, э, Уэйт. И, нет, сэр, я не сидел в тюрьме, никого не убивал, ничего такого. Ты долго пробыл водище. Ну, я, я умею, умею стрелять. Меня папа в детстве брал на охоту. Рядом с Кломат Фоллс, мы там... Ну, а ты, сынок, стрелять умеешь? Сэн Джон, Дикон. Да, я умею стрелять. Да, мат, как вижу. Покажи правую руку. Десятый горный. Ирак? Афганистан. Служил с честью, только не ври. Я пойму. Один срок служил с честью и ненавидел каждую минуту. Ха-ха-ха, девятый заповедь. Молодец. Как я устала. Подними правую руку. Клянешься ли ты поддерживать и защищать новую конституцию новых Соединенных Штатов от всех врагов, естественных и противоестественных. Всеми силами помогать своим товарищам и беспрекословно выполнять все приказы. Ты, боец, клянешься ли ты? Клянусь. Разойдись. Пойдем, сынок. Вот так! Да! Как дела, сэр? Капитан Коури теперь не часто приводит рекрутов. Видимо, его впечатлили твои навыки. Я много времени провел в водище. С фриками обходиться умеешь? Да, сэр. Я знаю столько же, сколько все, сэр. Славно, славно. Заходи. Пусть док тебя осмотрит. Пусть хороший, сердце сильное. Тут нехилый ожог. Как это вышло? Да я тут оладьи жарил. Оладьи, говоришь? Кто перевязывал? Я сам. Настамаль, неплохо. Спасибо. Рука нужна, повязку не снимай. Усек, амига? Да, да, я понял. Через пару дней пусть зайдет на осмотр. Ладно. Ну, док? К службе годен, Лору Вен. Задачку поручить можно? Нет, док. Я Тьена Новия. Он уже занят. Я понял. К ведьме пойдет. Вайкон Диос. Удачи, амига. Идем, сынок. Я не терплю нарушения субординации, когда офицера называют ведьмой, но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключение. Да, сэр. Я делаю исключение, потому что всем, кто еще жив, уготована своя роль. Ты веришь в Бога, сэн Джон? Я на эту тему не задумывался, сэр. Самое время задуматься. Мы часть его замысла. Все мы. И моя роль. Вот это. Ну что, прошло знакомство с полковником. Нас приняли в ряды новой армии. И мы направляемся к ведьме. Мне было видение. Не такое, конечно, как описано в Ветхом Завете. Никаких огненных колесниц или горящих кустов. Просто я проснулся однажды утром, до того, как на мир обрушилась божья кара, и понял это. То самое место. Крейтер Лейк, Уизард Айланд. Я называю его Ковчегом. Тебе знакомо предание о Нойе? Да, то есть, да, сэр. Ну, про него же все слышали? Все ли? Ты удивишься, как мало людей читали Библию или книгу Откровения. Вы имеете в виду книгу Бытия? Про Нойя было в книге Бытия, сэр. Да, конечно. Так, но у них здесь в горе какое-то убежище. Соответствующий вид. Как скажете? Ну, нормальной формы у нас, конечно, нет, как это не печально. Сейчас что-нибудь... О! Вот. Ну-ка, примерь. Вроде как раз. А это здание? Если не возражаете, это подарок от старого друга. Старого друга? Друзья теперь мало у кого остались. Это уж точно. Ладно, боец. Но только спрячь и не носи. Ты теперь из наших. Вообще-то, новобранцы у нас начинают службу рядовыми, но раз капитан Коури отрекомендовал тебя как человека опытного, мы тебя повышаем сразу до капрала. Спасибо. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, сэр. Ну, подыщем тебе работу. Так вот, о чем я говорю? Вы рассказывали про Ковчег, сэр. Да, Ковчег. То, что ты сейчас видишь, лишь малая часть его. У нас за спиной целая сеть пещеры-тоннелей, которые тянутся до самой вершины. Когда мы закончим, они будут заполнены тысячами семян, растений, компьютерных файлов и книг. Даже если мир умрет, наши достижения в медицине, науке и технологии не умрут вместе с ним. Нет, сэр. Но этот остров не просто Ковчег, Копрал. Это твердыня, это крепость. Здесь, у северных ворот, мы складируем боеприпасы, чтобы начать наступление на фриков. У нас есть винтовки, гранаты, пулеметы, гранатометы. Есть оборудование, чтобы делать боеприпасы всех типов и всех калибров. Это инженерно-механическая часть. Если тебе нужно починить мотоцикл, обратись к дежурному. И, как видишь, за счет того, что осталось от Национальной гвардии, мы строим свой парк грузовиков и других машин. После того, как мы расчистим магистрали, мы начнем заново отстраивать дороги и мосты. Ваша выжигательная стратегия работает против фриков и шакалов, но на шоссе она вам не поможет. Не остановит орды, сэр. Мы в курсе, Копрал. Орды? Да, орды — это проблема совершенно иного уровня. Но у нас есть замысел. Замысел. Замысел? Как сказал Бенджамин Франклин, проваливая подготовку, вы готовитесь к провалу. Мы не допустим провала. Костяк армии живет здесь, у ворот, и они готовы выступить по моему приказу. Эти палатки вместили сотни мужчин и женщин, таких как ты, тех, кто клянется посвятить свою жизнь борьбе. Но тебе я хочу дать особое поручение. Чтобы выполнить его, нужно нечто большее, нежели умение выживать и пользоваться оружием. Ты готов, сынок? Да, сэр. Сделаю, что прикажете. Ты спрашивал, как мы победим Орду. Я тебе покажу. Не лезь под ноги. Воу! Ни хрена! Чёрт! Вы как, лейтенант? Здрасте, полковник, я извиняюсь. Многовато ацетона бухнул. Лейтенант Уивер, инженер-химик. Его задача у нас... Взрывать всё нах! ...делать оружие. Ну да. Типа того. Я Уивер, Джейнс. Сент-Джон, Дикон. Армейская хрень у нас для показухи, правда же? Капрал Сент-Джон под командованием Коури. Если вам что-то нужно в водище, обращайтесь к нему. Ещё как нужно. Сейчас дам ему список. Над чем работаете? Над загустителями смеси нафтеновый и пальмитиновый кислот. Вы делаете напалм? Да? Да! Чувак рубит в химии! Да просто догадался. Я не мешаю? А, да не. А, полковник. Уже почти получилось. Почти. Хорошо. Да. Очень хорошо. Куда вы дальше? К ведьме нашей. Вы свободны, лейтенант. Ещё раз прошу прощения за эксцентричность некоторых моих офицеров. Не стоит, сэр. Осталось зайти ещё в одно место. Я верю в проект лейтенанта Уивера, но то, что ты сейчас увидишь, может стать нашим ключом к победе. Заходи. Это что такое? Мэм, вот всё, что было указано в заявке. Это кондиционер для белья? Нет, мэм. Ну-ка, прочитай. Ингредиенты. Хлор, хлоро... хлороформ... И, эээ... А Терп... Терпин... Пошёл вон. Пошёл вон. Мэтт, ну что мне делать? Самой, что ли, за сырьём ходить? Вопрос решён. Лейтенант Уитекер, это капрал Сент-Джон. Он из подразделения Коури. Сумеет достать вам, что прихожете. Прочитай. Что? Прочитай. Ты как, читать-то умеешь? Ингредиенты... Хлороформ, атерпинеол, бензиловый спирт, цветила... Пойдёт, когда он может начать? Ну, да хоть сейчас. Не буду вас отвлекать. Оставь нас. Сара. Встать, смирно. Сара, я... Нет. Нет, ты... Ты погиб. Ты... Ты погиб. Ты не можешь быть жив. Эй, 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 эй. Погиб. Успокойся. Ты погиб. Всё хорошо. Ты погиб. Стой, стой. Подожди, я... Я не понимаю, я не смогу... Я думал, ты не выжила, и я... Нет, они прорвались, и... Мы сбухаем. Нам пришлось уйти на юг. В Нерро сказали, никто не выгонится. Я нашёл у Брайана и нашёл... Кэррол был окружён. Они сказали, там все погибли. Я думал, что... Я думала, что больше тебя не увижу. Нет, нет, я не могу. Послушай, мы можем уехать прямо сейчас. Куда захотим, без оглядки, давай. Нет, 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 Дикон! Я не могу! Они... Тебя силой здесь держат? Нет, ты не понимаешь. Война же идёт. Разве не видишь? И мы можем в ней победить. Я не воевать сюда пришёл. Здесь я нужна. Я могу принести пользу. Я же... Не могу так уехать. Моё место здесь. И ты можешь остаться здесь, со мной. Помочь мне. А потом... Всё, что скажешь. Мы поедем, куда ты захочешь. Полковник вызывает. Слушаюсь, мэм. Одну минуту. Возьмите список. Спасибо, боец. Ну что, пипец. Мы наконец-то нашли жену Дикон Сен-Джонса. Сделали нам экскурсию по всему этому лагерю. Представили всем. Ну, продолжаем. Продолжаем проходить Дейс Ганн. Шикарнейший сюжет. Развивается просто непредсказуемо. Что будет дальше, друзья? Неизвестно. Ну, поиграем. Посмотрим. Так что, всем приятного просмотра. Мы спасём этот мир. Нас вызывает полковник. Капрал Сен-Джон вызывает лейтенанта Уивера. Сен-Джон вызывает штаб. Уивер на связи. Что тебе нужно, Капрал? А в заявке указана ртуть. Есть идеи, где её можно достать? Да, конечно. Надо было там же тебе и написать. Её добывает из Киновари. Отряд Коури обнаружил шахту к северу от Даймонд Лейк. Поезжай туда и на месте выходи на связь. Есть, сэр. Так, получили очередное задание. Сейчас мы нам дали очко умений. Давайте-ка мы воспользуемся. Кстати, нам доступно три очка умений. Это неплохо. Что здесь есть интересного? Доступно нам в данный момент. Силач. Ничего, такое умение. Так, по стрельбе. Ну, здесь мы вообще слабенько. Быстрая перезарядка. Вот, я думаю, это нам нужно будет. Быстрая перезарядка освоена. Отлично. Отлично. Дальше. Ещё навыки рукопашного боя. Здесь вообще у нас всё слабенько. Ну вот, стремительная реакция. Тоже хорошее умение. Почему бы и нет. И давайте всё-таки что-то здесь вот... Силач прокачаем. Нам доступен пятый класс. А пятый класс это... Алхимик. Отличная форма. Вот это будет в первую очередь прокачиваться. Ну, вот эти два умения меня как бы очень сильно интересуют. Так, ну что, прокачались. Можно двигаться дальше. Огромнейший, огромнейший у них здесь лагерь, конечно. Гора. Она есть ковчег. То есть, она сама крепость. Плюс по периметру выкопан ров. Который, ну, фриком как минимум уже будет проблемно перебраться. Ну, собственно говоря, здесь конкретно армия. Сказали, что есть и оружие, и техника, и люди. То есть, все, чтобы начать... Всё, чтобы начать наступление на фриков. Также, они создают Напалм. Что нам будет помогать не просто коктейли Молотова, а Напалм. Это гораздо веселее. Ну, и ведьма, собственно говоря, представили нам, показали все жену Диккенсен Джонса. Которую мы так долго искали и нашли. Капрал Сент Джон, верно? Да, сэр. Входи. А я вот тут пью чай. Травяной. Спасибо лейтенанту Уитекер. Хочешь попробовать? Улучшает пищеварение. Нет, сэр, спасибо. Я просто искал график дежурства. У меня для тебя работа. Эти люди, хотя разве это люди, забрали нашего человека, лейтенанта Жюстину Норвуд, офицера. Она у них, так что... Да, я спасу ее, сэр. Такие люди, как ты, помогут нам спасти мир. Ты свободен. Очередное, очень быстрое задание. Добраться было просто до полковника. Но он дал нам очередное задание. Так, давайте посмотрим на карте, что мы имеем. Собственно говоря, вот он, этот лагерь. Этот лагерь поменьше, которое... Ну, тут... Есть пару заданий, которые будут доступны. Вообще, игра интересная. То, что, мне кажется, после прохождения ее нам еще дадут возможность побегать. А то мы куда-то забрались. В пещеры какие-то. Ну, давайте полазим, чего нет. Посмотри, нам все равно вниз спускаться надо. Может, что-нибудь интересное найдем. Подлутаем. Но это не точно. Пока ничего не видно. А попасть нам надо в Diamond Lake. Только в начале надо выбраться с этой пещеры. Нафига если кто-то залез? Непонятно. Ладно. Ну, хотя мы все время поднимались вверх. Давайте попробуем сейчас поспускаться вниз. Может быть, верный путь будет. Так, тут тупик. Катастрофически не хватает выносливости. Так, туда, я думаю, прыгать однозначно не стоит. Поэтому сделаем все. По максимуму будем прокачиваться, чтобы на выносливость. Нам нужна выносливость нашего Дикканса Джонса. А мы пошли необычным путем. Мы выбрали то, что он говорил, что все вот эти пещеры связаны между собой лабиринтом из пещер, ходов. Так что должен быть и выход где-то здесь. На поверхность, по всей видимости. Да, собственно говоря, именно так. Что меня интересует? Посетить механика, посмотреть, что у нас с мотоциклом. Возможно, нам подкинули немножко кредитов. заправлять ничего не стоит. Нет. Да, я только приехал. О, классно. Слушай, если тебе что-то надо для байка, заходи ко мне. Между нами Лукас, ну, тот канадец у Даймонд Блейк, обдерет тебя, как липку. Ага, буду иметь в виду. Так у него ничего нету. Что он мне может предложить? Хорошо. Странно. Что это нужно? Может, в дальнейшем появится? Ладно, с этим вопросом разобрались. Интересует еще торговец боеприпасы пополнить. Где-то он здесь по-любому должен быть. Хапрал, что нужно? Вот рядышком прямо и торговец, собственно говоря. Я тебя тут раньше не видал. Я Джейкоб Дианджело. Все зовут меня просто Ди. Сэн Джон, Дикон. Это ты тут, значит? Ну вот хорошая вещь. Точно, дружище. Нужны пушки? У меня есть. Если у меня нет, значит их вообще нет. Понимаешь? Так, ну вот этот ничего нет. Ну вот это вообще бомба. Буду иметь в виду. Я хочу сказать. Это, по всей видимости, снайперка, наверное, да? Ну, вещь хорошая. Ладно, пополнить припасы на автомат. Так, больше нам ничего не стоит. Все. А на больше ничего денег нету. Потом можно зайти если-нибудь на кухню будет и в трофеи. Так, выезд. Немножко не в ту сторону поехали. Давайте развернемся. Потому что выездов тут много. База сама по себе круглая. Поэтому по всему периметру есть выходы. Все. Покидаем основную базу сопротивления под командованием полковника. Имя его не говорят. Просто полковник. Ну, раз просто полковник, значит полковник. Вступили в их ряды. И, кстати, неплохо сразу с рядовых нас, вон, пропустили это звание и сразу нам Капрал. Капрал Сен-Джон! Как меня слышно? Эй! Эта херь вообще работает? Более, не пашет, не верно. Тейлор, пашет твоя рация. Что такое? Дикон Сен-Джон! Это самое я. Я так просто решил проведать, как ты там. Я же тебя не видел с самой присяги. Вот это был цирк, скажи. Тейлор, знаешь, я занят. Что за хрень они тебе там поручили? Меня, о, меня тут типа в пехоту упекли. Ходим целыми днями, жом гнезда, рубим деревья, премно таскаем. Ай, извини, чем ты говоришь занят? Исследовательский проект. Меня посылают водища за сырьем для... Да, короче. О, черт! Я об этом слышал? Да, да, они делают оружие биологическое, химическое, чтобы, чтобы всех фригов спалить, так? Так, все, мне пора. Ладно, ладно, слушай, тут такое дело, я просто не уверен, что правильно сделал, вступив в эту армию, понимаешь? Тейлор, что у тебя за рация? Тебя точно не прослушали? О, черт! Ха, я так и думал. Ладно, все, конец связи. Не знаю, друзья, мне кажется, подвох мы еще поймаем от этого Тейлора ненадежный пацаненок, во-первых, наркоман, во-вторых, он еще сильно, мне кажется, зелен для такой службы. Капрал, прием, у меня есть дело, требующее уникальных способностей. Конечно, да, помнишь Васкеса? Того, что в самоволку ушел, мы проследили за ним до лагеря лесорубов, помню. Этот человек, сержант Ле Андерсон, был его напарником. Его почти задержали, но он убил охранника и сбежал. Неплохие понятия о чести у ваших людей. У наших? Ты сам из наших, между прочим. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Кстати, как и Васкес, он был не один. Класс. Так, ну, принцип игры не изменился, теперь вот у нас просто новая локация. Приходим в лагерь, получаем задание, идем, выполняем. Суть, ничего не изменилось. Так, кухня. Давайте, скинем, мы там волков немножко подрезали. Немножко заработали деньжат. Так, торговцы, торговцы, это все ясно? механик. Чем ты нас порадуешь? Локас, да? Ты откуда? Не могу узнать по акценту. Так слышно, да? Ну, родом я из Канады. Я был здесь в отпуске с семьей. Мы тут лагерь разбили к западу от Крейтер Лейк. Жена и дети мальчикам должно было исполниться восемь и девять. О, Канада? Да, далековато ты от дома. Опа-на! Новая локация. Сейчас у нас новые земли. Вообще, я так понимаю, что еще окрестности довольно-таки большие, потому что мы только вот эту часть карты открыли, то есть вверх. Поверху покатались немного, а вот это сейчас у нас будет открываться весь низ. Еще большие территории. Вот это что за место, да? туда мы тоже съездим, чуточку попозже. Может дослужимся до капитана какого-нибудь. Будет прикольно. это Тейлор. Ага, ты на связи. Короче, я втуплил так этой штукой пользоваться. Теперь у меня защищенный канал и все такое. Как дела, чувак? Тейлор, я сейчас занят, так что... Да, 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 извини, извините. В общем, тут прошел слух, что кто-то провозит наркотики, влаги прямо под носом у полковника. Наркота хорошая. Что-нибудь там знаешь? Я не употребляю, так что нет, я вообще не в курсе. А что? Не, 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 я тоже нет, просто тут этот парень, один из новобранцев, подозрительно себя ведет, постоянно выезжает, куда-то приезжает, я подумал, слежу-ка я за ним, посмотрю, чем он занимается. Этого еще не хватало, просто скажи Коури, он сам разберется, ты понял? Да, 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 ты прав, ты прав, ты прав, ладно, мистер Сен-Джон, поговорим потом, как там, что-то. Капитан Коури, я там, где в последний раз видели сержанта Андерсона. Если на нем наша повязка, принеси ее мне. А Андерсон, давай сразу к делу. Так, ну на байке мы зарываться туда не будем, давайте тихонечко, не спеша. Из оружия, к сожалению, второстепенного пулемета нашего нету. Ну, можно подлутать падших. Собираем мы всегда все. вот это, что за место обозначено синим, обычно мы сюда за уликами ходим, такие места. нашли первую улику. Возможно, это не улика. Так, странно. Стоп, стоп, стоп. ну здесь же что-то было. а вот, нашел. так, ну волки-то полбеды. Главное, сколько их? Вот чем вопрос. Так, залезть можешь в дом? Там много чего интересного. Обязательно сейчас залутаем весь, все-все залутаем, пособираем. Бутылочек много, это тоже замечательно. Они нам подойдут для коктейлей молотова наших, медикаменты. Сейчас наделаем молотовый. Сколько мы можем носить? до этого три могли носить, сейчас уже пять. Пять коктейлей, это хорошо. Так, валяются прям под ногами медикаменты. Есть опасность волки. металлолом. Металлолом. и как мне теперь забрать свой трофей? В этих домах много чего, кстати. Знаете, вот обычно заходишь в дом, там не густо, а здесь реально нормально так всего лежит. Прямо расщедрились, так расщедрились. Прямо каждую комутку заходишь и что-то лежит. супер. Залутали хорошо. Волки утянули Андерсона. так, нам туда. Ну, еще сейчас вот сюда заскочим. Тут горючка. Вот еще хорошие вещи. Так, ну, показано куда-то вон туда, в лес, да? А там и фриканы нарисуются. Это сто процентов. Фрикуля. Надо найти другой вход в пещеру. Крайне необычно то, что я с двух попаданий не завалил волка. Зараженный волк. Выживаем, выживаем, нормально. Так, давайте запас сил сделаем больше. меня слышно? Эй! Тейлор? Что тебе нужно? Ага, ты на связи. Короче, я вдуплил такой штукой пользовался. У меня защищенный канал и что такое. Как дела, чувак? Тейлор, я сейчас занят, так что... Да, да, да. Цинизм. В общем, судьбой насматриваемся старше. Кто-то провозит наркотики влаги прямо под носом так, зачем я не понимаю одновременно включили две волны? Я не употребляю, так что нет, я вообще не вкушен, Не-не-не, я тоже нет, просто тут этот парень отъездово-бранцев разорительно себя ведет, постоянно выезжает, куда-то приезжает, я подумал, свяжу-ка я за ним. Я не знала, что так бывает. Жестко, жестко, включили сразу две волны, и, блядь, один вот нарковый обазарит, еще какая-то пеняка. Ужасно, ужасно, друзья. Грызутся. Так о чем была речь? Они очень опасно грызутся, я хочу сказать. Ой-ой-ой, вообще неоткуда прям выскочил. ну, с вулканем пришлось, нормально так просесть по здоровью пришлось, нам? Так, еще волки. Сейчас будем осматривать. Бля, еще и колу выключили, они, короче, прям сошли с ума с ума. Сейчас. Да, пока меня кошмарят только волки. А чтобы отвлечь людей, если забить нам голову тайним полярных льдов, страшными ГМО и борьбой с джихадом, мы вряд ли заметим, что там власти будет на самом деле. Не попадайтесь на эту удочку. Вот здесь вам показывают пальцем вдаль, а вы смотрите прям перед собой. С вами Марк Купланд. Это радио свободный Орегон. Не верьте лжи. Повязка ополченца еще при тебе. Так что ж получается, твой мутно? Все, выполнили это задание, друзья, блин. Ни хреново аптечек потратили, прям, ну реально вообще ни хреново. Потому что волки, они с одного укуса половину здоровья просто сразу раз и нету. Кто там еще? Капец мне. Может обойду его как-нибудь? Да, я думаю с шатуном нам связываться точно не стоит. Обойдем его лучше. потому что прошлый раз нам пришлось нехило так попотеть насаживая шатуна что за табличка? теперь надо как-то вернуться и сдать эту штуку. Так, ну что друзья, выполнили очередное задание. Всем спасибо за просмотр. до новых встреч будем уже прохождение дальше в следующей серии. Ну а вы не забывайте подписываться на канал. До новых встреч в приключении Диккенс и Джонса в игре Days Gone. Всем спасибо до свидания.